Уменьшается количество серьезных расследований в интернете и в СМИ, и в прессе, и увеличивается количество на телевидении, которое зависимо от рейтинга, не только от интересных собственников, а еще и от рейтинга. То есть, с одной стороны, у нас собственники диктуют свои темы, у нас собственники часто еще одна проблема, это заказные расследования, когда мы видим явно, что это просто сделается расследование из-за того, что в этом есть явный какой-то коммерческий или какой-то еще интерес собственника, а с другой стороны, это рейтинг, чтобы тебя смотрели, это шоу. Проблема любого человека, который приходит работать в медиа, это то, что он вынужден разочароваться, потому что у него чаще всего до этого было какое-то очарование. А есть ли вообще будущее журналистских антикоррупционных расследований в этой стране? Вот, поскольку, получается, так сказать, если убирается грантовая поддержка, то, в общем-то, все остальное начинает рассыпаться, потому что, получается, заказчики будут уже, ну, баэст, да, то есть, предубежденные, либо олигархи. К сожалению, я не думаю, что в Литве есть очень много журналистских расследований. На самом деле, есть резонантные расследования, то есть, журналист знает, что он изначально прав, и он выходит на трассу доказать, что он прав. Есть немало сливов не только от прокуратуры или антикоррупционных агентур, ну, такое впечатление создается, но и, думаю, от политических различных деятелей. Не знаю, плохо ли это само по себе, потому что, на самом деле, то, что появляется эта информация в прессе, дает возможность общественности узнать определенные элементы жизни за кулисами тех людей, которых ты выбираешь. Часто повестку дня и редакционную политику СМИ диктуют даже не интерес аудитории, а интерес собственников и олигархов. Поэтому некоторые темы, поверьте, у нас СМИ могут раскручивать месяцами. У нас отсутствует институт репутации, как таковой, и у украинского обывателя память, как у рыбки доли, 7 секунд. Какое бы крутое журналистское расследование вы бы не сделали, через два дня оно канет в небытие, и чаще всего никакого ответного, там, разоблачительного выхлопа со стороны правоохранительных структур у вас тоже, скорее всего, ну, с очень небольшой долей вероятности будет. Вы точно так же должны быть к этому готовы. Я очень рад, что в Литве в последнее время эта реакция постепенно меняется. То есть, что мы видим? Мы видим, что даже не нужно расследование. Если появляется информация о том, что кто-то не декларировал какой-то интерес, какое-то имущество, не обязательно в Литве, а может быть в Болгарии, то все-таки начинается появляться общественный прессинг, что это нехорошо, и ты должен за это ответить. И это может быть рычаг мягкого влияния на этих людей, но это рычаг, который все чаще становится деятеспособным, и иногда это приводит к тому, что люди идут в отставку или отстраняются от должности, сами предлагают отстраниться от должности. Теряется доверие к коррупционным расследованиям, и то, что вот часто на коммерческих, особенно, каналах идут заказняки, это тоже, конечно, не увеличивает доверие, потому что мы понимаем, что это в интересах того или иного олигарха проводится псевдо-расследование в отношении к его оппонентам. Уже четко видна тенденция, то есть принтед медиа, оно умирает, то есть происходит конвергенция, то есть телевидение, интернет, ну, в общем-то, конвергенция разных платформ, и, в общем-то, тогда и само понятие медиа, как инструмент, оно уже, в общем-то, начинает звучать несколько по-другому, как газеты, к чему мы привыкли. Мы привыкли к тому, что классическая такая схема из учебников, если угодно, про медиа, она выглядит так. Медиа работает, создает какую-то социально значимую, значимый контент, какой-то просто популярный контент. Медиа, соответственно, этот контент востребован, медиа получает рекламу, получает деньги от размещения рекламы, и вот тебе классическая бизнес-модель, условно говоря, для бизнеса есть смысл вложиться как в акции какого-нибудь завода, так в акции медиа, для того, чтобы эта медиа приносила ему какую-то прибыль. Все было бы здорово, эта схема не работает в Украине. У нас в политику уж вошли бывшие журналисты, которые, слава богу, может быть и на основе своих еще журналистских связей, но тем не менее. И часто, к сожалению, ну ладно, ради бога, слили, если это правда, если это, ну, но, во-первых, у нас практически никогда нету ссылок, откуда получена информация, что, в принципе, является нарушением стандартов журналистского расследования. Гласят эти стандарты, не писанные, то, что если ты имеешь возможность сказать, откуда ты получил информацию, то это говоришь. В какой-то момент становится неприятно работать в организации, о которой все говорят негативно, или которая не очень, как бы, ну, классная организация. На тебя начинают смотреть, не знаю, как у вас в Украине, но в Литве, мне кажется, вот, значит, в этой среде все равно. Ты понимаешь, что, ну, какие-то редакции, ты бы не очень хотел в них работать, если есть возможность. Ты бы хотел пойти работать в другую редакцию. Ты знаешь, что если эта редакция напишет плохо, то на самом деле это комплимент, потому что, значит, ты что-то делаешь хорошо. И если ты хочешь профессионально продвигаться дальше, ты хочешь работать только в нескольких редакциях, которые все равно отождествляются с более качественной журналистикой, либо хотя бы с немного более этичной журналистикой. Сергей Лещенко, народный депутат, бывший из журналистов. Ему слили информацию о якобы там каких-то переговорах, переписках, взломанных хакерами, следов на ЦРА до администрации президента, по поводу 112-го канала, якобы там Порошенко хотел купить, перекупить этот канал. Нам, детектору медиа, эту информацию слили еще летом, прошлого года. Мы на нее посмотрели, позвонили членам НАЦРАДы, позвонили в АП, поняли, что доказать ее невозможно, доказать то, что там не приписаны какие-то вещи. То есть обнародовать таким образом, чтобы это была достоверная информация, ее нельзя. Мы покрутили, покрутили и отложили, да. И вдруг в какой-то момент кто-то явно дал Сереже в руки этот документ. Сережа ни в чем не разбираясь, выходит на тот же, самое смешное, на 112-м канале, вы не поверите. Он обнародывает эти бумажки и трясет и говорит, у меня есть документы, свидетельство ищу. Мы потом смотрим эти документы, которые мы вам трясемлем. Да это та же переписка. Документы, это сломанное непонятно кем, непонятно каким образом полученное им. Ну то есть и это заявляется на полном серьезе.